всем привет скорее всего в одном из предыдущих видео вы видели вот эту локацию и здесь у нас внизу расположен на ландскейпе такой материал если его открыть то мы просто попадем на текстуру которая base color да и не имеет никаких масштабов то есть тайлинг здесь нельзя менять давайте сейчас это все изменим во первых что нам необходимо это нам нужно надо мультиплей и и мы создадим в трех количествах далее соединяем вот эти два мультиплея ноды append вектор да вот он append вектор мы подсоединяем букву а и здесь нажимая на буковку с на клавиатуре тыкаем по экрану нам подается параметр который мы подключаем сюда давайте назовем это скил какой-нибудь это будет у нас общий скил дефолт валью поставим единицу теперь давайте скопируем параметр нам нужно еще два штуки подключаем и глуби первый скил мы переименуем это пусть будет у нас какой-нибудь ю той линк да второе у нас обозначение будет vitae link ну далее что нам необходимо это у нас текстурные координаты нажимаем буквы ю либо пишем здесь до x турки ординейт текстурки ординейт и у нас вот текстурные координаты выходит теперь мы по сути должны ее разделить на так скажем на x и на y данном случае нам нужно масс компонент копируем его подсоединяем сюда же можно вот так разделить и выбрать в первом это у нас р будет да а здесь у нас же будет как раз таки x y мы здесь выделяем как нам необходимо можно было выделить здесь и убрать галочки которые находятся слева теперь у нас по сути все готово единственное что у нас там скорее всего солнце засвечивает landscape это у нас тоже убийственно неприятно давайте поставим на roughness тоже какой-нибудь параметр так раут нас как вы видите здесь да на солнышко давайте посмотрим получается такой шлифованный камень по сути типа мрамор это когда у нас норик стоит и он будет отражать у нас все единичка у нас не будет отражения но если необходимо тут можете уже корректировать как вам будет симпатично и давайте еще один параметр скопируем сюда на specular выделим здесь мы тоже можем определить значение допустим 0,1 чтобы хоть немножечко солнышко отражалось у нас здесь можно поменять на другое значение и возможно будет симпатично сохраняем но это так как это у нас параметра мы их можем изменить да нам нужно будет изменять потому что вот это прям яркий засвет давайте к этому материалу мы создадим материал instance который мы сможем регулировать ну а на landscape давайте его сейчас подадим перетаскиваем его на landscape то есть я его выделил и уже материал кинул теперь мы редактируем наш instance это равна скейл ютайлинг и тайлинг и смотреть вот мы видим здесь повторение вы можете уменьшать как по x y как вам необходимо да можете скейл это у нас общий скилл будет то есть если вам необходимо как-то изменять до значение вот пожалуйста повторение мы естественно все равно какие-то будем видеть но это уже материал должен иметь другие структуры так насчет раф нас и давайте раф нас выставим 0 но я думаю так подождите у вас мы не переименовали сохраним сейчас у нас здесь появится значение так спеклу теперь давайте убавим его до целых 1 десятый как я не туда нажал пусть 065 будет спеклор давайте единица видите да у нас прямо за свет идет естественно мы уменьшаем как нам необходимо давать на целых двадцать пять тысячных раф нас 0 1 слишком засвечивает так что оставляем на возможно спеклор тоже убавим в ноль потому что блики прям не очень красивый и вот так вот лэскейп мы отрегулировали то есть как вам необходимо подбираете размеры текстур давайте пройдемся персонажика для этого запускаем персонаж но я думаю принципе как камни здесь достаточно нормально все теперь допустим если у вас есть какие-то текстуры на зданиях или на каких-то элементах вы по сути то же самое можете создавать то есть вы копируете вот эту штуку на все ноды давайте делаем копия откроем материал вот этой доски это вот этот материал то есть по сути мы его сюда ставим и все мы подключаем вот все текстуры это у нас основная текстура это у нас раф нас текстура далее у нас нормал и эмбит окружен то есть везде мы подсоединяем юви питание и то есть мы одновременно сразу регулируем все текстуры необходимых размерах давайте теперь создадим инстанс закинем это инстанс сюда чтобы можно было изменять его теперь открываем инстанс включаем наши параметры так я их не обозвал давайте зайдем материал все таки давайте это будет юти видите скейл сохраняем выходим на уровень и давайте вы можете регулировать по ширине по высоте как вам необходимо да но все зависит от того насколько качественные у вас текстуры вот по сути если персонажа сюда подвинуть можно представить что это какой-то забор давайте выставим на целых 0 1 и вот по сути забор типа готов естественно когда от персонажа смотришь здесь ширина досок слишком высокая так что мы делаем еще уже по высоте я думаю принципе даже нормально как то вот так оставить общий скил вы можете регулировать да он и работает и на ту и на другую тексту это на на тот и на другой параметры одновременно то есть он и по высоте регулирует и по ширине но рак нас это просто чтобы у нас не было бликов при отражении и так далее запускаем то есть да у нас здесь текстура просто является с повторением из-за этого мы все это видим то есть вот эта точечка и вот эта часть но если подобрать правильную текстуру таких мы элементов не увидим а на этом все до скорой встречи всем пока